Чувашия отмечает День Республики. Именно в этот день, 97 лет назад, был подписан декрет об образовании Чувашской автономной области. Два дня в городах и районах проходят деловые форумы, праздничные концерты. К Дню Республики открываются важные объекты. Сегодня в Чебоксарах официально пустили движение по первой очереди Московского моста. Реконструкция началась еще в декабре 2015 года. Мост давно находился в аварийном состоянии. И учитывая его важность, для столицы республики было решено не просто отремонтировать дорожное покрытие, а построить практически заново. Московский мост в Чебоксарах построили еще в 1966 году. Он соединил два района и стал важной составляющей транспортной сети столицы. Так что оставлять его в аварийном состоянии было опасно. Ежедневный поток машин создавал здесь крупные пробки. Он обеспечивает транспортные связи с жилыми кварталами, с крупными промышленными и коммунальными зонами. Реконструкция Московского моста и увеличение до шести полос позволит увеличить пропускную способность в полтора раза и составит 43 тысячи автомобилей в сутки. На реконструкцию в целом было выделено полтора миллиарда рублей. Сейчас строители освоили половину. Более 600 миллионов выделил федеральный бюджет более 130-ти и республиканский. Этот мост строители называют особенным. Особенность моста – это то, что современные способы строительства позволяют сделать его монолитным. То есть увеличена долговечность. Применены современные материалы гидроизоляции. Уложен современный асфальчима, который хорошо отводит воду. Ведь главные проблемы по всем объектам дорожным – это отвод воды. И выполнены очистные сооружения, которые, вот сейчас я говорю по современным нормативам, запрещен сброс воды напрямую в водоемы. Это вот через специальные системы очистки. Срок службы объекта не менее 50 лет при должном ремонте и уходе. При строительстве генеральным подрядчикам были задействованы в основном местные строители. Только четверть из всех рабочих – приезжие специалисты. Ребята отметили, что покрытие ровное и проехать по нему в числе первых им было очень приятно. Лимашина пойдет, ну а палки проваливаются. Да, лучше лимашина, потому что для них предназначено было. Интересная идея, новая и популяризация спорта идет. Да, мне понравилось. Минувшей ночью мост был полностью закрыт. Специалисты проводили перенос контактной сети, чтобы уже утром здесь можно было открыть движение общественного транспорта. Когда строили этот мост, строители, создатели, проектанты, ученые думали, что машин будет не так много, общественного транспорта тоже не так будет много, но все те прогнозы, которые делают, они не оправдываются. Думали, что город не станет полумиллионом. И хочу выразить всем благодарны за то, что работали на результат. Как одна команда, как одна семья. Уже в начале июля генеральный подрядчик приступит к строительству второй очереди моста. А во второй половине 2018 года шестиполосный московский мост будет полностью открыт для движения. На первый взгляд может показаться, что здесь зачем-то покрасили землю. На самом деле это гидропосев. Здесь специально посеяли зеленые семена, чтобы было видно, что скоро здесь вырастет трава. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.